Спрос на медицинские маски растет. Во многих столичных аптеках защитных аксессуаров уже не сыскать. В связи с этим в восьми колледжах республики приступили к производству масок. Швейных мастерских работают в поте лица по поручению Минобра Дагестана. Как шьют маски в Избербашском индустриально-промышленном колледже, узнавала Хадижа Курбанова. Все новое, хорошо забытое, старое. Такие средства защиты применялись еще в советские времена. Марлю в восемь слоев вырезают как заготовку для будущей маски. Первый этап – обмеловку и на стил она уже прошла. Впереди утюжка и пошив. И все по строгим эпидемиологическим требованиям. Эксперты говорят, что эффективность такой маски намного выше, чем у современных синтетических. Было указание инфекциониста, когда собрали директоров, всех руководителей. Они именно потребовали, чтобы делали маски восьмислойные, то есть потолще, чтобы коронавирус не прошел через слои маски. И для защиты населения дорого. За день студентки колледжа шьют 300 масок. Для них это дело не хлопотливое, а работа только в радость. Ведь для многих это лишь невозможное, чтобы оттачивать свое мастерство. Мы находимся на производственной практике. Мы студентки третьего курса. И из-за дефицита медицинских масок в аптеках мы решили помочь городу в изготовлении марлевых масок, многоразовых масок. Мама занималась у меня этим делом. Она тоже шьет у меня, поэтому мне понравилось это. И я тоже решила производить одежду. Я думаю, это большая помощь для нашего города, для населения, так как дефицит этих масок у нас. Колледж, как и все образовательные учреждения республики, перешел на дистанционное обучение. Однако практику студенткам группы портных не отменили. При этом принимаются все профилактические меры, уверяет исполняющий обязанности директора индустриально-промышленного колледжа. Мы все меры профилактические проводим. Утром термометрию проходят мастера производственного обучения, которые вместе с ними и сами студенты. И пошив масок у нас начался 19 марта. Руководство города к нам тоже обратились с просьбой для муниципальных учреждений, чтобы мы маски тоже отшили. Мы согласились. Изготовление масок в трудный для страны период запустили не только в Избербаши. По поручению Министерства образования республики, средства защиты шьют еще в восьми колледжах Дагестана. На сегодняшний день изготовлено уже более двух тысяч медицинских масок. По информации ведомства, сначала ими снабдят самих студентов, а затем, по возможности, маски направят в школы и детсады. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Избербаш.